МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А главное, перспективной молодежи нашей республики. Давайте знакомиться. Итак, с нами сегодня, ближе ко мне, находится Ермолаева Просковья. Она является ответственным секретарем регионального комитета. Рядом с ней сидит на лавочке Винокуров Айлан. Он является руководителем делегации волонтеров. Далее у нас Бережнева Тамара, руководитель направления экономики, предпринимателей и IT-технологии. А также Данилов Алексей, руководитель направления экологии и здоровья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос будет к Просковье, так как вы являетесь такой более самым, принимаете такую ответственную должность, занимаете. Что же за мероприятие такое и как наша формировалась команда и какие основные цели этой поездки? Ну, во-первых, всем здравствуйте. Очень отрадно, что сейчас, особенно в этот год, год молодежи нашей республики объявленным, будет фестиваль, и наша молодежь поддерживается нашим правительством, нашим главой республики. И в этом году поедет делегация нашей республики в очень большом составе. Вообще изначально должны были поехать только 40 участников, да, и сейчас эта квота среди участников увеличена до 150 человек. Это только участники. Плюс еще у нас 40 волонтеров поедут, 40 организаторов по выставочной программе и 40 организаторов по спортивной программе. Это организация масс-рестлинга у нас будет. Вообще фестиваль проводится в этом году, является юбилейным. Фестиваль исполняется юбилейная дата 70 лет. Вот. Ранее она проходила в городе Москва в 57-м году и в 85-х годах. И сейчас вот в городе Сочи с 14 по 22 октября будет фестиваль. Ну и традиционно она начнется с парада в городе Москве. И в этом параде тоже примут участие наша молодежь, землячество, айтал. И ребята, которые учатся в Москве, тоже примут участие на этом грандиозном фестивале. Вокруг, ну, по улицам Красной площади пройдутся в знак фестиваля. И участника, это очень масштабное мероприятие, примут участие более 20 тысяч молодых активных ребят со всего мира. Это более 150 стран. И фестиваль будет проходить на шести федеральных языках. То есть это глобальное такое мероприятие, которое соберет в одном месте самых таких ярких представителей молодежи 21 века. Да, конечно. И вот возникает вопрос, наверное, Айлан подскажет мне. Вообще, каковы цели? Ну вот, собрали мы всю молодежь, да? И что, основная цель, вот чем вы будете обмениваться? И вообще, какие мероприятия будут проходить? Вообще, вот фестиваль, идея фестиваля, она такова, что, чтобы собрать все представители, да, всех представителей со всего мира, чтобы была консолидация, да, одной идеи. Вообще, основная цель – это мир во всем мире. То есть для укрепления международных связей, для достижения каких-то больших идей, да, чтобы во всем мире была такая дружба. Ну, для укрепления международных связей и для дружбы. Да, Алексей, подскажите, что ждет участников вообще этого фестиваля? Участников ждет очень грандиозные, масштабные мероприятия в Сочи. Мероприятия будут проходить в самом Олимпийском парке. Это очень большой парк. Это очень много будет площадок. Такие площадки по музыкальному направлению, площадки будут, да, в фестивале проходить. По роботтехнике будут проходить фестивали. Ну, такие очень много фестивалей будут проходить. Ну, и, конечно же, мы затрагиваем спорт. В спорте тоже очень много направлений. Это баскетбол, волейбол, шахматы будут проходить, норматива сдачи ГТО будет. Так что для молодежи такой фестиваль, который пройдет в Сочи, можно сказать, с грандиозным событием для наших россиян. И, конечно же, для наших участников, которые поедут с нашей республики. Айлан, вы являетесь руководителем именно такого волонтерского движения, да? Какова роль волонтеров в этом мероприятии? Аж, если не ошибаюсь, вы сказали, 40 человек волонтеров, да, поедет. Их роль какова? И как вы вообще отбирали их? И какой состав? В общем, как мы все знаем, да, вот волонтерское движение и у нас в республике, и по всей России, да, вообще очень бурно развивается. Так как все большие мероприятия, которые в последние годы у нас проходят, да, и в России, и в Якутии, они, ни одно мероприятие не проходит без помощи волонтеров. Потому что волонтеры действительно это большая сила, большая помощь при проведении таких крупных мероприятий. Мы это можем видеть на примерах игр Дети Азии, да. И также вот на всемирном фестивале молодежи студентов будут работать более 5000 волонтеров. То есть это большое количество, да. И там будут волонтеры не только с России, там будут волонтеры со всего мира. То есть то же самое, как и участники, да, приедут со всего мира, так и будут волонтеры. То есть те, которые добровольно зарегистрировались и прошли вот отбор. Вообще отбор проходил, для прохождения отбора было в России, да, именно. Было создано несколько именно подготовительных волонтерских центров. То есть те центры, которые отбирали волонтеров. У нас волонтеров из Якутии отбирал центр, который создан во Владивостоке и в Хабаровском крае, в городе Хабаровск, да. То есть наши волонтеры зарегистрировались через сайт, потом они проходили скайп-собеседование. То есть при проведении скайп-собеседования все, то есть все нюансы, да, все проверяли через скайп-собеседование. То есть знание английского языка, какими этими качествами обладает волонтер, сможет ли он вообще работать волонтером, как он себя поведет. То есть все было так строго, так скажем. То есть случайных людей там нет? Да, случайных людей там не будет. Действительно, это отбор большой, там и проводят проверку ФСБ, и то есть, ну, все серьезно, так скажем, действительно, отбирали. И вот в Якутии отобрано 40 человек, 40 волонтеров мы поедем, волонтеры поедут чуть раньше, так как мероприятие начинается у нас 14 октября, волонтеры уже начнут работу уже заранее. Мы поедем в Сочи 8 октября, с 8 по 23, то есть от начала до конца фестиваля наши волонтеры будут там. Вообще, работа волонтеров направлена так, что будут 13 функциональных направлений, то есть она будет работать по разным направлениям. Это будет сопровождение делегаций, работа на спортивных площадках, работа на дискуссионных площадках, а также работа на открытии, закрытии фестивалей и так далее. То есть, действительно, их ждет большая программа, очень обширная, так и как и участников, как и волонтеров. Действительно, я считаю, что это такая возможность попадать в человеку только один раз, так скажем. Действительно, это же история. Конечно. А потом уже, когда у нас самих будут дети и так далее, внуки, да, будем рассказывать, что действительно мы вот принимали в таком большом, грандиозном событии, как 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ну что ж, спасибо большое. Тамара, вы являетесь руководителем аж по трем направлениям, да? Это и экономика, и IT-технологии, да? А также предприниматели. Вот как вы охватили такой большой объем работы и по каким вот направлениям и вообще видам ваше будет происходить? Ну, отбор был... Участники молодежи от 18 до 35 лет подавали заявки на сайте, официальном сайте russia2017.com. Всего по республике Саха-Якутия было подано 825 заявок. Это молодежь, активная молодежь нашей республики. По моему направлению, ну, по всем моим направлениям было около 150 заявок, да, Праскудия? Да. Из них было отобрано 6 человек. Отбираем список. Так мало, да, всего? Да. То есть такие показатели большие, да, заявок около, да, практически 800 там с лишним заявок. Это значит, молодежь у нас настолько активная, и они хотят принимать участие в таких всемирных, да, мероприятиях. А вот у вас 8 человек, да, всего? 6. А, 6 человек всего. То есть примерно по 2 человека на каждом направлении, да? Да. Ну, у вас большой объем работы, скорее всего, да, ведь это такие самые основные направления сейчас, да, по которым вообще молодежь у нас продвигается, экономика, предпринимательство, IT-технологии. И вам, наверное, особенно интересен этот фестиваль. Ну, я бы не сказала, что он не конкретно особенно интереснее, потому что там будет очень обширная культурная программа, спортивная. Мне кажется, они более интереснее будут всем участникам. Все участники будут распределены по площадкам на фестивале и будут общаться вот именно по направлению экономика, будут со своими участниками, представителями общаться. Предприниматели отдельно и IT и современные технологии тоже отдельно будут общаться. Да, дополню, Тамара, да, как раз-таки у нас есть 14 направлений. Это и экономика предпринимательства, культура и история, вот спортивное направление, научное направление. То есть во всем сферам деятельности, которые сейчас есть у каждого человека, да, ну, в сфере нашей, она охвачена в обществе. И отбор у нас проходил вообще очень так оживленно. Это был май месяц, весна. Мы закончили рекламную кампанию. Но перед этим, перед тем, как закончить рекламную кампанию, мы набирали участников, встречались со студентами вузов, СУЗов, встречались с активной молодежной нашей республики. У нас были задействованы общественные послы фестиваля нашего региона. Вообще во всех регионах, в 85 субъектах есть созданы, вот далее упоминалось, региональные подготовительные комитеты, сокращенные РПК. Как раз-таки мы являемся его членами, да. Председателем у нас является народный депутат Республики Саха Якути Александр Владимирович Сысоев. И содействие нам оказывает в Министерстве по делам молодежи. Как раз-таки мы отбирали, и отбор происходил на очном этапе. Были собеседования с каждым из участников, приглашали на собеседование, и были такие, которые не смогли подойти, особенно это представители наших улусов и районов. С каждого улуса района максимально задействованы представители, что очень отрадно. Мы буквально на расстоянии телефонного звонка с ними выходили на связь, и у нас даже были случаи, что, ну вот, выходили через скайп. Есть волонтеры, которые прилетают к нам с Китая. Да, даже с Китая летят, да? Они, получается, она живет и учится в Китае, и вот она зарегистрировалась как представитель Республики Саха Якутия, да, потому что она родилась здесь, в городе Якутске. И она вот прилетит из Китая, есть ребята с Москвы, есть ребята с Хабаровска, да, то есть и среди участников, и среди волонтеров есть представители нашей молодежи с других городов России. Ну вот те, кто учится, допустим, в центровузах, да, и очень активно проявляют себя, допустим, состоя в землячестве, да, в землячестве, в организациях, они очень активно проявляют, и буквально не только по республике был отбор, да, но и за пределами по всей России. То есть для них это, наверное, возможность еще и встретить своих земляков, да, ведь многие, наверное, из них уже учатся там немало лет. Вот вы сказали о том, что данный фестиваль проходил в 1975 году и в 1985 году в России, и такой большой промежуток времени вот не проходило, да, его на территории Российской Федерации. Как вы думаете, с чем это связано? Ведь он проходил в различных точках мира, а почему же не в России? Ну, это можно объяснить тем, что фестиваль является всемирным, и максимальная дирекция фестиваля пытается, и вообще, да, чтобы она всегда проводилась в разных точках мира, и поэтому такой большой перерыв, и спустя 70 лет, да, это очень такая хорошая дата, что в честь 70-летнего юбилея она проходит у нас, территория России, чтобы мы смогли построить новый диалог, да, потому что Россия готова принимать и шагать вместе со временем. Ну что ж, очень интересная беседа, мы уходим на небольшую рекламную паузу. Ну что ж, мы продолжаем наш летний эфир, и сегодня в нашей студии у нас присутствует молодежь. Молодежь, которая поедет у нас с 14 по 22 октября в город Сочи для того, чтобы посетить 19-й всемирный фестиваль молодежи и студентов. Именно это мероприятие мы сегодня и освещаем на нашем летнем эфире. Ну, ребята, до ухода на рекламу мы вроде поговорили об основных таких положениях, да, этого фестиваля. Расскажите, вот немаловажно, как отметила Тамара, будет такая у вас насыщенная культурная программа, да? Вот что будет проходить в культурной программе и с какой программой едет наша республика? Наша республика едет, то есть мы выставляем свой, можно сказать, там, выставляем целую базу, целый центр, да, нам дают, то есть площадь определенную, и республика выставляет свой центр, да. Вот, мы сейчас думаем, думаем вообще общую концепцию, как представить свой регион, то есть это мы должны поставить большую уросу в виде нашего Чесхана, то есть мы затронули тематику, как так мы являемся северными людьми и хотим показать общую культуру зимы, сколько у нас, что у нас имеется. Также у нас будут, мы распределили площадку по восьми направлениям, это наша культура, одежда, наши музыкальные инструменты, наша посуда, оломпо, также спорт тоже, там же будет проходить мастер-класс, сейчас мы думаем по моде, значит, показать одежду и пригласить Августину Филиппову, чтобы она показала мастер-класс. Но сейчас тоже такие разговоры идут. То есть подготовка еще ведется? Да, то есть очень еще большой объем работы у нас предстоит до выезда в Сочи. То есть вы прям, наверное, каждый день упорно трудитесь, да? Вот вы затронули спортивную программу, я знаю, что этому уделяется отдельно огромное внимание, и вы прям очень такое активное внимание уделяете именно масс-рестлингу, да? То есть будет представлена площадка, где многие, да, иностранные, да, гости смогут попробовать себя в этом виде спорта. Да, как раз таки по масс-рестлингу, вот я упоминала, что у нас ранее квота для республики была всего 40, да? И благодаря тому, что нам утвердили спортивную программу на национальных видах спорта масс-рестлинг, у нас квота увеличилась до 150, и за счет этого мы берем наших молодых спортсменов, да? Помимо этого у нас идут организаторы площадки. И вообще площадка масс-рестлинга нам будет показательной. То есть такие дружественные соревнования, показательные выступления, мастер-классы и популяризация нашего национального вида спорта. То есть у меня теперь возник вопрос. Раз уж это международный фестиваль, на каком языке вы будете общаться с участниками фестиваля? Это, наверное, тоже такой один из критериев отбора любого участника, в том числе и волонтеров, да? Да. Вообще фестиваль само будет проходить на шести языках, то есть шесть официальных языков фестиваля. Это у нас русский язык, английский, испанский, арабский, китайский и французский язык. То есть на шести вот этих языках будет официально работать фестиваль. Вы подготовлены, наверное, на базе английского языка, хорошо? Да, как и все по всей России. Русские языки. Есть участники, конечно, которые владеют и французским, и китайским. Вот, например, когда мы проводили собеседование по направлению экология здоровья, были люди, которые умеют владеть китайским языком, английским. Потому что мы собеседование проводили, спрашивали на английском языке, они нам отвечали на английских языках. То есть есть люди, которые конкретно понимают языки. И отсюда возникает вопрос. Фестиваль состоится в городе Сочи. Будут ли какие-то еще точки на территории Российской Федерации для тех, кто не сумел, не было возможности прилететь в город Сочи? Да. Значит, фестиваль сам, ну, основной фестиваль будет проходить в городе Сочи. Ну, с 16 по 17 октября, да, будут задействованы 18 городов, которые поедут иностранные делегации по 18 городам нашей России. Это Владивосток, это Краснодар, это Казань город, Краснояр, Санкт-Петербург, Москва. Вот в таких крупных городах они поедут. Ну, и, конечно же, наша республика тоже едет в Владивосток, чтобы показать свою культуру иностранным гражданам. Ну, мне кажется, это отличный шанс вообще показать, да, что же за республика наша и чем она богата. А у меня, вот вы говорите, молодежь и студенты, но среди вот 300 человек, если в процентном соотношении, больше все-таки уже взрослых, да, ребят, или это все-таки студенты? Это молодежь, прежде всего, потому что у нас отбор участников, львиная доля уходит именно 150 человек на участников, и поэтому это именно работающая молодежь. Студентов у нас не так много, но они тоже есть, но в основном это люди, которые работают в предприятиях, активно ведут помимо своей рабочей деятельности, но и занимаются общественной деятельностью, состоят в разных общественных организациях, приносят пользу для республики, показывают, да, свою активную позицию. Вообще, это очень здорово быть в курсе республиканских событий, да, быть частичкой всего этого. Потом мы с гордостью будем вспоминать, что да, мы были на фестивале, да, 2017 года, на юбилейном 70-м. Как раз-таки недавно мы встречались с участниками фестиваля 57-го года. Это был творческий ансамбль Сергея Зверева, Каилуола, да, называют? Да. И как раз-таки там мы встретили двоих участников, и было очень приятно видеть и отрадно, как у них горели глаза, и говорили они о фестивале, который был в Москве. Как они вспоминали, да, их воспоминания. Да, как они танцевали, вот ансамбль представлялся. И до сих пор они есть, и было очень приятно соприкоснуться вот воучу с историей и ощутить их глазами, словами, когда вот был фестиваль такой грандиозный в 57-м. Ну, а вообще, вот если взять предыдущие аналогичные фестивали, один из них проходил в 2013 году в Эквадоре, и тогда там собралось только около 8 тысяч участников, да. В этом году ожидается, как вы мне сказали, 20 тысяч участников, да. И отсюда возникает вопрос, да, это большой показатель, да, в разы выросло количество участников. Насколько важны аналогичные мероприятия вот именно для молодежи всего мира? Вот насколько вообще важно для молодежи принимать участие в таких фестивалях? Вот ваше личное мнение, как непосредственно участников? Верно. Ну, мое мнение, например, как я могу сказать, чтобы попасть на этот фестиваль вот в такой масштабный, да, это получить какой-то опыт с других стран, да, что они имеют, какими навыками владеют у себя в регионах, как они работают, как развивается молодежная политика у них в регионах, да. Поменяться своим опытом, как республика работает, как молодежная политика у нас в республике развита, потому что общение между другими людьми, с другими регионами и странами, это совсем другие вещи. И они берут у нас опыт, например, да, могут получить, потом мы получаем их опыт и у себя реализуем их опыт, например. То есть это очень тоже такая интересная взаимосвязь. Ну, сейчас очень актуально вообще быть в мировом сообществе, потому что мы все знаем, что 21 век, он такой технологичный, современный, да, и очень важно сейчас объединиться. Мы можем объединяться не только как увидеться, да, вот как сейчас мы сидим рядом, да, но еще и нам в векции технологии предполагают то, что можно общаться через интернет, через средства массовой информации. Сейчас это гораздо проще, да? Гораздо проще, да. И недаром же говорят, что молодежь – будущее нашей, не только страны, но и всего мира, и поэтому очень важно фундаментально уделить внимание мировоззрению молодого поколения, подрастающего, именно нас, да, чтобы мы понимали, что нужно сохранять нашу экологию, да, учиться жить в этом мире, в мире справедливости и сохранять вот нравственные качества человека, да, что немаловажно не только у себя в стране, но и по всему миру. Ну, мне кажется, такие замечательные слова и напутствие, да, Тамары? О, нет, Тамара сказала, а у меня возникает вопрос. Вот скажите, ребята, ну вот вы, наверное, не сразу же пришли к этому, да? Возможно, вы где-то были скромными, да, во время своего студенчества, да, во время, вот, там, допустим, ну, вашего взросления, да, не всегда вы были такими активными. Вот как современной молодежи перейти через этот барьер и как вступить вот в эти сообщества, на различных, там, участвовать в различных форумах, вот преодолеть? Вот, возможно, у телекранов сейчас сидит, да, подросток, будущий студент или нынешний студент, да, но вот не хватает у него силы воли, духа, да? Да, возможно, принять участие, подать заявку, да? Вот ваше мнение, Тамара, что бы вы посоветовали для подрастающего поколения? В городе Якутске и по всей республике, мне кажется, очень много общественных организаций, куда по всем интересам, затрагивая спорт или какую-то социальную деятельность, или культурная деятельность. Мне кажется, очень легко нынешней молодежи выбрать, что ему по душе, и вступить в какую-то организацию. Отбор, мне кажется, идет периодически в течение года, и каждый студент или ученик даже школы может вступить в организацию и быть активным человеком. Главное не бояться, да. Да, главное не бояться, не стесняться о том, что там какой-то барьер у тебя есть в жизни, потому что разные барьеры встречаются, но эти барьеры со временем должны пройти. Айлан, ваш призыв. Ну, я считаю, что действительно, вот как отметили, да, барьеры есть, но, как говорится, все проблемы решаемы, да, то есть, и также все свои барьеры можно преодолеть и стать таким активистом, да, и это действительно классно, да, когда ты как общественник или как активист сходишь во все разные мероприятия, узнаешь очень много нового, да, ты себя развиваешь, узнавая очень много нового. А также, если ты будешь общественником или активистом, перед тобой, так скажем, открывается мир, то есть, появляется возможность посетить разные города России, разные города стран, разные города, да, страны и так далее. Поэтому действительно человек развивает свой кругозор, и это действительно отлично, да, поэтому я всех призываю действительно вступить в ряды общественных организаций различных, так как сейчас с сентября начнется набор, и давайте развивать нашу республику и страну в лучшую сторону, так скажем. Ну, спасибо большое. Замечательные слова, ребята. Ну что ж, мы от себя и от всей республики желаем вам удачной, а самое главное, плодотворной поездки. Я надеюсь, вы приедете к нам с результатами, и эти результаты мы, конечно же, наверное, увидим на различных площадках нашей столицы, и я надеюсь, что все у вас получится. Хорошо? Спасибо. Удачи вам, всего доброго. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся, увидимся с вами буквально, наверное, завтра, и, конечно же, желаем вам всего самого наилучшего, хорошего настроения. Впереди у нас осень. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok